Кормление рыб Нужно вспомнить о том, что рыбки делятся на три вида, если брать кормление Это травоядные рыбки, плотоядные рыбки и всеядные рыбки Травоядные особи имеют длинный пищеварительный тракт, что соответствует тому, что корм рыбка кушает часто, небольшими порциями Я имею ввиду в естественной среде Плотоядные виды имеют в свою очередь выраженный крупный желудок, а значит должны принимать пищу большим объемом, но малое количество То есть один раз поохотились, поймали добычу, съели ее и долгое время не едят, как правило это белковая пища У таких рыб, плотоядных, в качестве корма выступают как и добыча в пойманная, например, рыбка какая-то, так и мертвые небольшие животные, которых они объедают И всеядные рыбки, ну тут уже понятно, исходя из самого названия, что они едят и травку, и водоросли, и все, что попадает, в том числе и белковая пища Соответственно, выбирая в качестве корма именно печень, ну или другую какое-то, может быть, мясо свинины, нежирное мясо курицы и так далее На это следует обращать особое внимание Рецептов приготовления так называемых фаршов очень-очень много В данном случае сейчас мы просто покормим печенью Сразу скажу о том, что печень в кормлении используется не часто, даже если рыбка хищная Используется примерно раз в неделю, а иногда и того реже Помимо этого, какая бы печень ни была, свининная, куриная, говяжья печень В любом случае, печень очень сильно портит воду, если она останется, да и вообще немножко даже мутит при кормлении Поэтому с печенью нужно быть крайне аккуратным Но печень рыбки очень любят Очень любят Если брать корма для животных, таких как собаки и кошки, то сухие корма, да, я имею ввиду То печень используют в качестве аромата, добавляют специально в корма, для того, чтобы он был ароматным и чтобы его хотелось есть Так и рыбки, они тоже чувствуют этот запах, им он тоже нравится Стоит еще отметить такой момент, то что если вы рыбку кормите живыми кормами, ну я имею ввиду белковой пищей Иногда, точнее даже не то, что иногда, а в первый раз, то это нужно сделать еще с более крайней внимательностью и аккуратностью Потому что, как правило, рыбки, которые всю жизнь кушали сухой корм и вдруг им дают белковую пищу Неважно мясо, печень или что-либо еще Они к ней относятся насторожно и не всегда сразу могут понять, что это можно есть Помимо этого, резкий переход в кормление может привести к различным последствиям Поэтому, поэтому, добавьте сначала просто чуть-чуть в качестве пробы, посмотреть просто, будет она его есть или нет Чтобы она поняла, что это можно есть Можно смешать с сухим кормом, то есть кинуть и сухого, и чуть-чуть печени Мои рыбки уже пробовали печень, им нравится печень, поэтому я им дам без опаски Для того, чтобы нам дать этот кусочек печени аквариумным рыбкам, его необходимо сначала, как минимум, хотя бы промыть под водой Давайте это и сделаем После того, как печень или мясо промыто под водой, под обычной водой Дальше есть несколько способов Мы можем ее сразу нарезать мелко, либо сделать ее перемолоть через мясорубку, либо в блендере, либо в кофемолке ее перебить Чтобы она была мелкой, но все зависит от того, какая рыба Если рыба крупная, соответственно кусочки можно покрупнее Если рыба совсем мелкая, то, соответственно, мы можем ее перемолоть через мясорубку и так далее Но перед этим часто ее мясо обрабатывают кипятком Хотя это не всегда полезно Вообще любая термообработка, она, соответственно, убивает белок, который им необходим Он становится жестким и плохо переваривается в желудке Но тепловая обработка есть профилактика от различных заболеваний Потому что мясо неизвестно где было, правильно? Оно там, может быть, на полу валялось вообще И мы можем какую-нибудь заразу вместе с мясом занести в аквариум Поэтому тепловая обработка часто используется именно для того, чтобы избежать ненужных вспышек в аквариуме Вспышек болезней, заражения и так далее В этом поставщике я уверен, потому что этим поставщиком я уже кормил рыбок От этого поставщика я кормил рыбок уже неоднократно Я на данный момент, сейчас, никаким способом обрабатывать, обдавать кипятком не буду Вообще, прибегать к тепловой обработке необходимо крайне редко Лучше вообще этого избегать Ну а теперь давайте меленько-меленько я нарежу сейчас этот кусочек печени куриной И, кстати, почему я выбрал именно куриную печень? На мой взгляд, она самая мягкая И очень легко усваивается рыбками По крайней мере, тем, кому можно есть печень Напомню еще раз, это очень важный момент Не всем рыбкам можно есть белковую пищу Это очень важно Давайте нарезать и кормить наших рыб Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Вот, посмотрите, у нас получился такой вот фаршик Очень меленький фаршик В принципе, можно уже кормить рыб Но я, как правило, стараюсь его немножко слегка промыть Потому что сейчас очень много выделилось жидкости И, соответственно, она будет также мутить воду Как я это делаю? Давайте смотреть Вода мутная, теперь мы ее сливаем И так повторяем несколько раз Ну а теперь пойдемте кормить Субтитры Алексею Дубровскому! 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 Друзья мои, на этом видео подошло к концу Надеюсь, вам понравилось это видео Если это так, обязательно ставьте пальчик вверх А я на этом с вами прощаюсь Всего вам доброго и до новых встреч До свидания! Обязательно подпишитесь на наш канал!